Благодарю председателя за эту тему, поскольку она мне позволила погрузиться туда, куда я не собиралась погружаться. Итак, опухоль большого размера создает на организм как бы два воздействия. Это физическое воздействие, да, на снимками выйдем огромный опухоль яичника в данном случае. Это с давлением инвазии соседних органов, с давлением мочеточника, с давлением толстой и тонкой кишки, с давлением мочевого пузыря, с давлением каких-то нервных окончаний, болевой синдром. Но и с другой стороны, каждая опухоль, она активна, и она создает химическое воздействие на организм, выделяя в кровь целый ряд биологически активных веществ. Опухоль меняет биохимический баланс. И посмотрите, первая публикация, которую я привожу, 1927 года. То есть без малого 100 лет назад эффект Варбурга, рост опухоли сопровождается повышенным потреблением глюкозы, кислородным голоданием. При этом была доказана авторами более высокая жизнеспособность малигнизированных клеток по сравнению со здоровьем в условиях гипоксии и более быстрой утилизации ими глюкозы. Кроме этого, опухолевые клетки синтезируют целый ряд белков, эмбриональные белки, коэнзимы, ферменты, стимуляторы ангиогенеза, паракринные регуляторы. И все эти соединения могут вызывать огромное количество реакций, которые принято называть паранеопластическими синдромами. Паранеопластических синдромов много, и они могут любой орган задействовать. Мы многие из них знаем. На примере воздействия на кардиомиоциты мы можем посмотреть то, что выделение цитокинов, интерлекинов 1-бета, интерлекина 6, фактора некроза опухоли, оксидативного стресса. Опухоль сама по себе, находясь в организме, действует токсически на кардиомиоциты и вызывает токсическое повреждение сердечной мышцы, не влияя непосредственно механически на нее. И получается, что логично предположить, что опухоль большего размера выделяет количество этих биологически активных веществ больше по сравнению с опухолью малого размера. И оказывается, оценка опухолевой нагрузки, мы привыкли к этому слову, но мы химиотерапевты, если мы не занимаемся узкой конкретной проблемой, мы обычно ее довольно абстрактно используем. Конкретно именно тумор Борденскор или оценка опухолевой нагрузки проводится достаточно часто онкологами-гипотологами, которые считают математически размеры опухолевых очагов печени, их количество и дают четкие понимания об опухолевой нагрузке на орган у конкретного пациента. И в зависимости от этой опухолевой нагрузки происходит селекция на различные варианты терапии. И при этом они частично переложили это на специалистов компьютерной диагностики. Существуют программы, которые рассчитывают опухолевую нагрузку. Публикаций не очень много, но они есть. Например, при нейроэндокринной опухоли большая достаточно публикация, которая дала градацию степени опухолевой нагрузки, используя формулу квадрат размеров и квадрат количества очагов. То есть считается объем. При этом достаточно большое количество публикаций в настоящий момент говорит о том, что надо считать не только математическую по размерам опухолевую нагрузку, но и метаболическую нагрузку. И большинство говорит о том, что в метаболическую нагрузку надо использовать уровень, прежде всего, ЛДГ, возможно, уровень активности на ПЭТ-КТ, то есть степень поглощения глюкозы, как дополнительный фактор оценки метаболической нагрузки. И говорится о том, что исследования идут о влиянии вот этой опухолевой нагрузки, то есть физическая плюс метаболическая нагрузка на результаты иммунотерапии. С чем мы сталкиваемся в плане поддерживающей терапии сопроводительного лечения у пациентов? Это лихорадка, но в отличие от лихорадки неясного генеза, мы понимаем, что лихорадка наиболее часто происходит как паранеопластический синдром из метастатического поражения достаточно часто печени. И большинство связящих в зале знает, что если у пациента с метастазами в печень появилась такая упорная лихорадка, но при этом у пациента нет проявлений какой-либо инфекции, то это плохой такой признак, который всегда у нас очень ухудшает качество нашего восприятия пациента. Тем не менее, мы понимаем, что лихорадка характерна как для почечноклеточного рака, различных лимфом, сарком, и она вызвана действием цитокинов. Паранеопластическое поражение кожи почек – это мембранозный гламеролонефрит, который может развиваться при очень большом количестве солидных опухолей и лимфом, и большая физическая опухолевая нагрузка, то есть размер опухолевых чагов является фактором риска по развитию паранеопластического синдрома поражения почек. Вот такая сложная схема была предложена. Это время токсичности. Это исследование было посвящено тому, когда же пациент должен приходить в стационар на дополнительные визиты, когда быть дома. И информация о времени токсичности, она показана как важная составляющая для возможности влиять на качество жизни пациента в процессе поддерживающей терапии. Но говоря о больших опухолях, мы должны вспомнить то, чему нас учили еще в медицинских вузах, говоря о чувствительности опухолей к химиотерапии. Все опухоли делятся на высокочувствительные, когда одна химиотерапия может полностью вылечить. Это такие, как хорион, карциномы матки, герминогенные опухоли, просто чувствительные, в том числе мелкоклеточный рак легкого, рак яичников, умеренно чувствительные и малочувствительные. Что мы должны думать о том, если мы видим, что опухоль больших размеров и одновременно высокочувствительная или чувствительная к химиотерапии? Мы должны понимать, что в случае высокой чувствительности данной опухоли к химиотерапии, при введении адекватной дозы цитостатиков, мы можем получить синдром лизиса опухоли с большей вероятностью по сравнению с теми же больными, с тем же диагнозом, но с меньшим объемом опухолевой нагрузки. Это сложный патологический процесс, который развивается в результате спонтанного, что очень редко, но встречается, либо индуцированного различной химиотерапии большого числа быстро пролиферирующих клеток. Говоря совсем просто, одновременная гибель большого числа опухолевых клеток, они же не могут никуда исчезнуть, приводит к тому, что в кровь пациента одновременно выбрасывается неадекватно высокое количество биологических веществ, которые почки пациента не могут вывести, и, соответственно, вот эта возможность выведения токсических веществ из организма недостаточно для такого огромного количества этих веществ. Итак, смерть клетки и выброс ее содержимого в кровь повышается уровень мочевой кислоты, фосфатов, куринов, калия. В ответ на это развиваются мышечные спазмы, онемение, покалывание языка, нарушение сердечного ритма, брадикардия вплоть до остановки сердца и почечная недостаточность, потому что кристаллы мочевой кислоты и выпадение осадка с кальцием просто забивают почечные канальцы. Понятно, что это ургентная ситуация, ситуация, которая требует, по сути, быстрых реанимационных действий. Поэтому гиперурикемия, азотемия, гиперкальциемия, гиперфосфатемия, метаболический ацидоз, причем очень часто непропорциональной степени выраженности, острая почечная недостаточность, вот все это и есть синдром лизиса опухоли. Стандартно, как бы по описаниям, пока мы работали с классической химиотерапией, обычно начало через 48-72 часа после начала лечения. И вот здесь мы четко должны понимать, что работая в условиях дневного стационара, если мы берем пациента с большой опухолью и с высокой его чувствительностью, мы должны понимать, что этот пациент может оказаться за много километров через 48-72 часа, и вот все, что с ним может начать происходить, может случиться вовсе не у нас на глазах. Поэтому еще раз, брадикардия, судороги вплоть до титании, тошнота, рвота, диарея, острая почечная недостаточность, отек зрительного нерва и описан ретро-бульбарный неврит с односторонней потерей зрения. Шкала Каира-Бишоп, которой сейчас пользуются в том числе реаниматологи для определения степени тяжести синдрома лизиса опухоли, разделяет синдром лизиса на лабораторный и клинический. Лабораторный, надо посмотреть, должно быть гиперкалемия больше 6, гиперурицемия больше 8, гиперфосфатемия больше 4,5, гиперкальциемия меньше 7, гипокальциемия, прошу прощения. И клинический, когда кроме этого имеется проявление острой почечной недостаточности, увеличение клиренса креатинина, имеется нейромускулярная нестабильность и аритмия, тяжелая брадикардия или даже смерть. Факторы риска синдрома лизиса опухоли на сегодняшний день четко сформулированы. И посмотрите, как раз то, о чем мы говорили в начале, возглавляет этот список – ожидаемая высокая чувствительность опухоли к первичному лечению и наличие массивного опухолевого поражения. Кроме этого, очень важно это наличие гиперлейкоцитоза, уже предшествующая до начала лечения хроническая почечная недостаточность. На фоне нее вероятность наступления синдрома лизиса опухоли именно почечной его части, острой почечной недостаточности выше. И повышенные сывороточные уровни лактатогидрогеназа, мочевой кислоты и креатинина до начала химиотерапии. Я бы хотела обратить внимание на уровень ЛДГ, который не всегда входит в стандартные панели, и уровень мочевой кислоты, который точно не входит. Но знание этого уровня при большой опухоли, видимо, имеет клиническое значение. Интересная публикация, очень интересная, это исследование, посвященное ингибиторам тирозин киназ и синдрома лизиса опухоли у этих больных самыми различными. И рак легкого, и онкогинекологические, и гастроэнстинальные стромальные опухоли. Посмотрите, что интересно, в этой подгруппе больных более поздний, по сравнению с химиотерапией, начало развития синдрома лизиса опухоли. То есть при ингибиторах тирозин киназ этот синдром тоже возможен, только его наступление будет на более поздние сутки. Опухолевая нагрузка как фактор риска синдрома лизиса опухоли. Посмотрите, у нас есть с одной стороны, вообще опухоли разделяются на высокой промежуточной и низкой степени риска, как именно синдрома лизиса опухоли. А с другой стороны, высчитывается, но это при помощи радиологов, рентгенологов, высчитывается объем опухоли. И можно посмотреть, что, например, опухоль размером в районе около полукилограмма по объему. И если в том случае, если имеется промежуточный риск, а промежуточный риск, посмотрите, это герминогенные опухоли, мелкоклеточный рак легкого, между прочим, рак молочной железы. И сразу же мы попадаем в зону высокого риска синдрома лизиса опухоли. Вот такая шкала, которая, в общем-то, в ряде случаев может быть полезной для врачей. И все очень просто. Если низкий риск, то у нас просто мониторинг. Если риск промежуточный, то мы должны сделать два простых шага. Первый шаг – это дать аллопуринол пациенту в стандартной дозе 100-300 мг, соответственно, каждые 8-12 часов, и провести гидротацию до начала химиотерапии. При этом, посмотрите, это прежде всего имеет значение для первого цикла химиотерапии, когда у нас большая опухоль, которую мы только начали сейчас лечить. И это должно быть начато за 1-3 дня до начала цитостатической терапии. При этом мы должны мониторировать, кроме наших стандартных биохимических анализов, обязательно ионный состав, калий, фосфор, кальций, лактат-дегидрогеназу, креатинин. И даже есть рекомендация, она вышла родом из гематологии каждые 12 часов. В случае высокого риска, посмотрите, у нас более жесткие рекомендации, но наши солидные опухоли практически в эти рекомендации не попадают. Это характерная зона для различных агрессивных лимфом, где частота синдрома лизиса опухоли достигает 40%. И в этом случае используется еще один препарат, разбуриказа, который дает лучшую защиту по сравнению с аллопуринолом в этой тяжелой ситуации. Но опять-таки, прегидротация играет главную роль для того, чтобы не допустить развития данного синдрома. Поэтому, оценивая состояние больного с большой опухолевой нагрузкой, мы должны оценить объем поражения, кроме обычно посмотреть уровень лейкоцитов, если высокий лейкоцитоз – это фактор риска, уровень ЛДГ, клиренс, креатинина, калий, фосфат и кальций. Это плюс к стандартной обычной панели обследования. При этом логично рассмотреть возможность проведения первого цикла терапии в условиях стационара, а не дневного стационара, провести гидротацию и назначить аллопуринол при промежуточном риске. Пациент должен быть дополнительно сам проинформирован об этом риске. И при выписке мы должны проявить осторожность. Мы недавно обсуждали с сосудистыми хирургами, что такое осторожность. Если в выписке вы в рекомендациях написали, что у пациента есть такой риск и рекомендовано продолжить прием аллопуринола и контролировать уровень креатинина и мочевины и мочевой кислоты, то это та самая осторожность, которая, возможно, спасет жизнь пациента. Лекарственная сопроводительная терапия при большой опухолевой нагрузке ни в каких рекомендациях на сегодняшний день не оговорена. Здесь полное творчество каждого врача. Обычно родом все это из интенсивной терапии и реанимации – это инфузионная терапия. Различные инфузионные композиции мы можем давать пациентам. И мочегонные средства, энтеросорбент, анальгентики, антиеметики, нутрицептики, витамины. Потому что очень часто в момент, пока мы не начали химиотерапию, плохое состояние пациента с большой опухолевой нагрузкой, оно вызвано не всегда даже какими-то биохимическими сдвигами, сколько с давлением жизненно важных органов большой опухолевой массой. И, например, вот у меня пациенты с раком яичника очень часто самостоятельно резко уменьшают объем принимаемой пищи, потому что сдавленный кишечник составляет для них отдельную проблему. И вот сочетание, дополнение инфузионной терапии, кстати, из-за асцита многие пациенты перестают пить нормальное количество жидкости, и получается, что с одной стороны асцит никуда не уходит, а пациент при этом одновременно обезвожен. Поэтому инфузионная терапия обычно состояние пациента, у которого имеется большая опухоль, несколько улучшает. И заключая свое выступление, я хочу сказать, что пациент с большой опухолевой нагрузкой и симптомами интоксикации требует повышенного внимания врача, необходимо рассмотреть возможность проведения первого цикла терапии в стационаре, оценить риск развития синдрома лизиса опухоли, провести профилактику, и необходимо по сравнению с другими больными более частая оценка функции почек. Благодарю за внимание. Спасибо, Елена Альбертовна.